Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Китай отказался от российской руды, и рынок Российской Федерации рухнул на 40%. Вот так вот друг Российской Федерации помогает Путину. На самом деле Китай не является другом ни Соединенных Штатов Америки, ни России. Китай идет собственным путем, и этот путь у них непоколебим. Эта Россия пытается найти своих друзей, о которых мы поговорим немного позже. По факту русская экономика разрушается. В Роспатент подали новую заявку на регистрацию похоронного агентства. Называется оно «Грустно и точка». И тут как бы больше мне добавлять нечего. В этой новости вся Россия. Вся путинская Россия. Израиль впервые передал помощь украинской армии. Сейчас идет речь о питании для военных, но это очень важно, судя по риторике Российской Федерации, о том, что там находятся нацисты и фашисты. Как вы понимаете, Израилю лучше знать, кто есть фашист. Николай Статкевича Лукашенко отправил в одиночную камеру на полгода. Это связано с тем, что Лукашенко боится, что Сергей Тихановский, Николай Статкевич, наши политзаключенные вокруг себя соберут там, внутри тюрьмы людей и дадут присраться местной администрации, а потом Лукашенко. Именно поэтому, боясь их даже в тюрьме, он меняет постоянно их местонахождение. Позор Лукашенко и его трусливому режиму. Ну и новость, чтобы освежить память ябатяк и прикорытных свиней. Вот так выглядели протоколы белорусских голосований. Подписчик прислал, так сказать, попросил Артем, напомни им, кто выиграл эти выборы. Тут важно понимать, что вот так выглядели все протоколы в Республике Беларусь. Лукашенко украл эти выборы. В России, в Алтайском крае, торжественно открыли мусорку. Сначала открывают грустные точка, вкусные точка, а потом мусорку. Все. Лада Веста практически сравнялась по стоимости с Аудио А5. О качестве и комфорте двух автомобилей рассказывать вам не буду. Вот так выглядит импортозамещение. О белорусском импортозамещении я уже рассказывал. А это так, для примера. Российское. Так как очень много крадут. Вот армию обворовали, автопром обворовали. И Россию всю обворовали. Именно поэтому Россия в таком дерьме. В Тверском магазине Барс появились новомодные женские трусы с символикой Z. С фашистской символикой Z. Ну тут как бы мне и добавлять больше нечего. Ну, удачи всем. Политикой не интересуюсь, но за своего президента пойду умирать. Это вместо головы, когда у тебя телевизор. Ну, со мной можно не заниматься. Я очень уважаю своего президента и соблюдаю все законы. Поэтому и мои дети в том числе. И муж мой тоже. Так, а скажите, на войну пойдете, когда надо будет защищать? Если надо, я пойду. Пострелять умеете? Стрелять, да. Когда-то я стреляла в теле. Если надо, я пойду за своего президента всегда. Готовы умереть за эту власть все-таки? А? За эту власть готовы умереть? За своего президента, да. Глава британской разведки заявил, что война в Украине затянулась. И не ровен час, что Российская Федерация применит ядерное оружие. А это уже будет совсем другая история. Путин может просто подвести к тому, что начнется реально Третья мировая война. И, как вы понимаете, победителей в ней не будет. Ну, а Путин уже говорил. Он надеется, что все сдохнут, а он в рай направится. Но, как вы понимаете, ему уже терять попросту нечего. Он в этом мире видел все и пробовал тоже все. Ну, а на остальных ему попросту срать. Благодаря русским пропагандистам вооруженные силы Украины бомбанули по ЧВК Вагнера. Работайте, братья пропагандисты. Чем больше вы раскроете нужных позиций российских оккупантов, тем лучше. Можете и белорусский, там, и Мазаренко взять. Он тоже неадекватный, спалит все, что можно спалить. Он по-другому не умеет. Давайте-ка вы, пропагандисты, больше раскрывайте позиции своих вооруженных сил. Пускай Украине будет немного проще с вами воевать. Кто поддерживает Путина в России? Какая реальная статистика и как обстоят дела? Есть небольшое число россиян, примерно, по данным разных социологов, примерно 10-15%, которые неуговариваемые, у которых отсутствует критическое мышление, они настолько верят в Путина, что вот просто, ну все. И это такая ядерная аудитория, ядерный электорат Владимира Путина и кремлевских пропагандистов. Остальные, из них очень много сомневающихся, из них очень много отрицающих по разным причинам, из них очень много сложных, ну, одним словом, людей, которые просто, к ним надо найти доступ. Мы это делаем, мы его ищем. Путин заявил, что у его страны много союзников. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Украинская боевая авиация нанесла удары по позициям российских войск, уничтожив свыше 15 единиц бронетехники врага и десятки солдат, сообщает Генштаб. Ну а у Лукашенко новые победы за урожай. 16 сельхоз и единиц техники подверглись огню за две недели. По данным МЧС, с 1 по 14 августа в Беларуси горели 5 комбайнов, 4 трактора, 6 пресс-подборщиков и 1 грузовик. За этот же период в результате пожара уничтожен 1 комбайн, 3 трактора и 2 пресс-подборщика. На территории Витебской области пожарами за две недели были охвачены комбайн и трактор. Последний уничтожен. Всего с 1 мая по 14 августа пожарами были охвачены не менее 30 единиц сельхозтехники. То есть каждый день по одной единице техники. А вы загуглите цену этой самой техники и все эти деньги с нашего с вами кармана. Как вы думаете, этот трактор мог окупить себя там за 2-3 года? Естественно нет. Естественно нет. А они горят. Как и горят наши с вами деньги. Почему важно уничтожить Крымский мост? Крым сегодня это транзитный узел. На самом деле, где тут аккумулируются стройматериалы, лекарственные препараты, медикаменты, учебники. Сейчас там изготавливают паспорта на территории Крыма российских для выдачи их непосредственно на территориях освобожденных. Поэтому, по сути, мы здесь передовой аванпост. И на самом деле, много вопросов, которые здесь подготовительную работу ведут. Много ведомства ведет подготовительную работу. И потом все это реализуется на сопредельных территориях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните о политических заключенных и родных, и близких политических заключенных. Это крайне важно. Вы были на канале «Реальная Беларусь». И это были свежие, реальные и актуальные новости. Продолжение следует...